Дорогие товарищи, в Москве открылся культурно-просветительский центр «День», включающий в себя книжный магазин, галерею и лекторий. Конференции, встречи с авторами канала «День», выставки работ художников «Круга газеты «Завтра», книги издательства «Наше завтра» на третьем этаже ТЦ «Добрынинский» в трех минутах от станции метро. Друзья, добрый день, рады вас видеть. Как обычно, раз в неделю с Константином Валентиновичем мы встречаемся на нашей площадке «День-центр», делаем разбор того, что произошло за эту неделю, наиболее важные события. Ну, в первую очередь, я хочу поздравить вас, Константин Валентинович, с профессиональным праздником 23 февраля. Я надеюсь, что вы его достойно отметили, набрались даже сил, а не наоборот. А первый вопрос, который по 23 февраля я хотел задать, это как изменилось отношение в обществе к защитникам в последнее время. Вот у меня есть ощущение, что 23 февраля заиграли несколько иными красками. Вот ваше ощущение. Нет, ну, естественно, 23 февраля в целом отношение к армии в обществе очень сильно изменилось в положительную сторону, особенно за период специальной военной операции. Но я бы отметил не только это. Главное заключается в другом, что в обществе, общество начало просыпаться. Общество стало понимать, что без борьбы за выживание ни страна, ни люди, живущие в ней, выжить не смогут. Общество начало понимать, что с той стороны действует сила, которая преследует вполне конкретную цель уничтожения нашей страны и уничтожения наших людей, физического уничтожения наших людей. Стали более внимательно смотреть на те вещи, которые раньше считались самой такой крайней формой дикой конспирологии. Вот теперь начали понимать, что это реальность, что это правда. И на этом фоне, естественно, стало наступать понимание, что без мощной армии, как минимум, и без консолидации общества перед лицом врага выжить будет невозможно. И когда борьба за личное благополучие, личной семьи, еще чего-то, утрачивает смысл. Потому что придет враг и лишит вас всего. Примеров того более чем достаточно. В первую очередь подал сам враг. Соединенные Штаты Америки и Запад в целом. Которые, проводя в рамках санкций, захватывают целый ряд активов, в том числе частных активов, которые совершенно спокойно вводят ограничения на поставку жизненно необходимых продуктов на территорию России. В том числе лекарств люди этим непосредственно сталкиваются. Все это приводит к повышению цен. Так что люди стали консолидироваться и понимать, куда страна идет. И на этом фоне те слова, которые говорились раньше, что единственное спасение России в переходе на рельсы социалистического типа, так скажем, я говорил про рельсы военного социализма, уже не выглядят столь дикими и странными, как они выглядели там в 1922 году. И более того, начинает это реализовываться. Ну вот приходит информация из разных источников, по разным предприятиям. Что, например, станкостроительный завод, который принадлежал германской фирме, по сути дела национализирован. Введено внешнее управление. Вот это предприятие продолжает работать, производя станки для российских предприятий. Это что нам крайне необходимо. И таких примеров очень много. Роль государства и экономики начинает сильно возрастать. Происходит негласная, но мягкая форма национализации стратегически важных объектов и предприятий. И это все очень-очень радует. Все это в комплексе как раз говорит о том, что страна разворачивается в правильном направлении, в направлении от капитализма к социализму. В какой форме социализм будет, я не берусь судить. Может быть, скорее всего, это будет социализм в том виде, который был при Сталине, мягко скажем так. Ведь все думают, что сталинский социализм – это вот все сплошной диктат. Дичь полная. Это не так. При Сталине было очень сильно развито малое-среднее предпринимательство в виде всевозможных артелей. Частного предпринимательства такого, когда единый собственник, конечно, не было. Это пресекалось. Вот. В рамках концепции недопущения эксплуатации человека-человека. Тоже, кстати, абсолютно правильная постановка вопроса. Но артельные вопросы были. Вот, например, было такое предприятие артельное. Меттехника, которое производило высокотехнологичное на тот момент, это речь шла в 1938-1940 год, всю войну, высокотехнологичное на тот период медицинское оборудование. Оно было артельным. Вот. Это было не государственной организацией. Таких примеров очень много. Вот это и есть сталинская экономика. И мы в этом плане направления идем. Да, стратегические отрасли, стратегические предприятия, природные ресурсы – они были в руках государства. А вот малый и отчасти средний бизнес в артельном виде, в артельном варианте, он тогда был. И сейчас, видимо, малый и средний бизнес уже не обязательно в артельном, а в частном варианте он будет. Вот, к примеру, такой вариант, я предполагаю, в этом направлении у нас страна сейчас идет. И это очень приятно. Тогда сразу давайте я вам зачитаю документ, который был представлен, когда рассматривали санкции ЕС. Я сейчас его зачитаю вам. Рост ключевых отраслей российского ВПК в 2023 году составил до 30-40% по сравнению с 2021 годом. Это признала Еврокомиссия в документе, который распространяется в связи с принятием 13-го пакета санкций ЕС против России. И тогда давайте я такой комплексный вопрос вам задам. Первое. Как изменилось государство под военные нужды? Это раз. Вы вкратце рассказали про национализацию заводов или тихая национализация. Но ведь какие-то изменения еще произошли. Вот в данном случае это выпуск на 30-40% то, что признает Еврокомиссия. Может быть, какие-то еще изменения, технологические прорывы? Потом, что еще интересует? Могут ли еще санкции какие-то быть наложены, которые повлияют на нас критически? Или мы, в принципе, уже выдержали санкционный натиск и теперь только будем усиливаться? Вот такой комплексный вопрос. Что ответите? Значит, какие-то серьезные новые санкции противник на нас наложить уже не может. По той простой причине, что каждая новая волна санкций, она в первую очередь бьет по их экономике. И их экономика уже не выдерживает того вала санкций, который они направили против нас. Более того, целый ряд государств Евросоюза начинают выторговывать для себя послабления в санкциях для того, чтобы выжить за счет расширения сотрудничества с Россией. Ведь когда разрываются отношения России... Что такое санкции? Это разрыв отношений в тех клиентах областях между Россией и Западом. И что такое санкции? Если они разорвались, то одним концом они ударили по России, другим концом ударили по Западу. Кому больнее? Экономика говорит одну простую вещь. Что ресурсопроизводящие государства в случае возникновения таких конфликтов всегда находятся в более выигрышном положении, чем ресурсопотребляющие. Потому что лишиваясь ресурсов, вся их экономика останавливается. Поэтому, собственно, 13-й пакет санкций мало что даст. Я бы так сказал, практически ничего не даст. Серьезного. Совершенно четко. Уже налажены обходные пути. Ну и самое главное, что сами страны Запада отнюдь не собираются строго соблюдать эти санкции. Достаточно сказать, что экспорт российского урана в Соединенные Штаты Америки в 2023 году вырос чуть ли не в два, то ли в два, то ли в три раза. Хотя я лично отношусь к этому очень скептически и не одобряю, но это мое личное мнение. Поэтому говорить о том, что что-то сдают санкции, нет. Что касается государства и общества, ну, надо иметь в виду, что, конечно, государство очень серьезно мобилизовалось. Вопросы, связанные с пресечением деятельности пятой колонны, они стоят постоянно. Практически на, если не жемесячно, но раз в квартал рассматриваются новые законы и законопроекты, связанные с ужесточением подавления пятой колонны в различных формах ее проявления. И это все, конечно, абсолютно правильно в условиях противостояния, а это сейчас идет именно война, в чем идет полномасштабная третья мировая война, пока еще в гибридной форме, мы об этом с вами говорили. Наше государство вот в этом направлении намного быстрее тоже мобилизуется, нежели западные государства. Причина, почему западные государства не могут достаточно активно, сильно, быстро мобилизоваться на противостоянии с Россией, несколько. Одна из них заключается в том, что западные народы не понимают, против кого надо мобилизоваться. Они видят, что Россия на Украине ведет очень осторожную политику. Они заметят, что никаких жертв больших со стороны России нету, и Россия бережет людей, если наносят высокоточные удары, если наносят удары по объектам, имеющим военное значение в пределах городской среды, тогда как ВСУ наносят удары неизбирательные. Как они не запрещают, но сеть это такая штука, которая гуляет везде. И все эти фото, видео они все видят. Во-вторых, они отчетливо понимают, что Россия не угрожает Западу, и в этих условиях ужесточение каких-то социально-политических режимов в этих странах Запада практически невозможно. Далее, откровенно антигосударственная глобалистская политика западных элит блокируется оппозицией в тех же самых западных странах, потому что она откровенно антинациональная. И в силу того, что у них есть живой пример того, как проводит действительно национальную политику президент Путин, симпатии к нашей стране и к нашему руководству, они безусловно нарастают. Как в этих условиях провести какую-то мобилизацию общественного общества, невозможно себе представить. В Соединенных Штатах Америки, где конфликт вошел вообще в фактически особо острую фазу между глобалистами и антиглобалистами, глобалисты это Байден, антиглобалисты это Трамп, то там вообще какие-либо ужесточения, по меньшей мере, выглядят смешно. Во всяком случае, патриотический пакт времен Буша-младшего в Соединенных Штатах Америки сегодня совершенно четко невозможен. Единственное в случае это станет возможно после того, как победит, скажем, Трамп и сможет консолидировать общество. Но и то в этом случае тоже будет очень серьезное сопротивление со стороны глобалистских элит, которые будут, естественно, препятствовать этому шагу, поскольку он будет работать в интересах Трампа. Поэтому, как будет развиваться ситуация, дальше можно сказать только однозначно. В нашей стране будет нарастать в дальнейшем и социальная, и политическая консолидация общества, экономическая консолидация общества с переходом на релизы военного социализма. Переход идет плавно, с вводом, естественно, в этих условиях и планирование четкого. На странах Запада при существующих тенденциях пока никаких предпосылок к консолидации общественно-политической не наблюдается. Ну, а на ваш взгляд, то, что мы за два года были вынуждены переориентировать свои рынки с Европы на Азию, мы выиграли в этом? Когда мы переориентировали свои рынки с Европы на Азию, отчасти мы выиграли, отчасти проиграли. Конечно, часть высокотехнологичной продукции, которую мы получали с Запада, не может быть компенсирована той аналогичной продукцией со стороны Востока. Приходится запускать различные серые схемы для того, чтобы обеспечить получение этой продукции. Но с точки зрения того, что начался процесс действительно реального импортозамещения в нашей стране, это факт. И это самое главное здесь достижение. То, что сейчас начались процессы национализации, это тоже состоявшийся факт. И это главное достижение. Поэтому, если говорить в целом, то от введенных санкций Россия очень хорошо выиграла. Что касается поворот на Восток, то поворот на Восток объективно необходим и обусловлено одним простым фактом, что на Востоке там союзник, самый главный союзник – Китай. И Индия тоже, фактически, наш союзник. И они же являются самыми активными потребителями наших ресурсов, в первую очередь энергетических. Поэтому разворот туда – это тоже нам большой плюс. Так что, в целом, мы от поворота на Восток выиграли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова